Все, пошла запись. Ладно, значит, это у нас такие общие вещи. Давайте по конкретике. Что я вам предлагаю делать? Я вам предлагаю выполнять простые действия в интернете, которые реально будут доступны всем. И вокруг одной общей идеи, хорошей, то есть получение заявок, контактов людей с вебинарных встреч, это то, что вы вообще-то делаете вживую. Вы же все проводите встречи с людьми, да? Все встречаетесь в офисах с ними, кто-то встречается в северном районе на лавочке. Вот я вам предлагаю все эти встречи ваши качественные, которые вы умеете проводить, я вам их предлагаю также проводить и в интернете, чтобы вас просто видело больше людей. То есть ничем новым вы заниматься не будете. Вот что вы делаете в реальной жизни, выступаете перед людьми, и хорошо у вас получается. Вы точно так же будете делать и в интернете. Значит, все-таки, наверное, я микрофоны вам кому-то подключу, потому что это шебуршание, оно немножко раздражает. Надо будет сказать, включайте микрофон. Давайте вот так. Значит, все, что вы делаете сейчас, вот один в один вы будете делать в интернете. Причем, смотрите, вы же все научились подключаться в Zoom. То есть наши прямые эфиры будут идти через Zoom. И вы уже освоили подключение к конференции в Zoom. Все. Понимаете, как бы первая такая проблемка у кого-то решится. Да, конечно, там будут специфические моменты, о которых я расскажу, что нужно будет делать для того, чтобы эфиры были правильными. Я об этом сегодня, я ради этого вас и собрал. Но первое уже решено. То есть к Zoom вы научились подключаться. Далее. Все технические вопросы по проведению этих трансляций я возьму на себя. То есть чтобы вы не ломали голову, что как, что где и так далее. То есть вы проводите вебинары, качественно к ним готовитесь, делаете там презентации, планы какие-то делаете. Вот вы, ваша основная задача, это провести качественный эфир. Этот эфир должен привлечь людей. То есть люди после вашего эфира должны заполнить контактную форму. И ваша основная задача, нужно это четко понимать. Это не просто отторобанить что-то, блин, рассказать хорошее. А цель вашего выступления, чтобы люди заполняли контактные формы, чтобы мы после каждого эфира получали контакты людей, с которыми после эфира можно продолжить работу. То есть прямой эфир просто ради прямого эфира, это все, но это не то. Это если вы просто продвигаете как бы себя. А мы будем работать командой. И каждый вносит свою лепту в эту идею. Но каждый хочет получить ощутимый результат. И ощутимый результат – это контакты человека. Если это получили после прямого эфира, можно смело говорить, что прямой эфир прошел хорошо. Если контактов нет, не с кем общаться, ну, значит, по большому счету, мы пока еще что-то не так делали. Либо пригласили не тех, либо выступили не так, либо никаких призывов во время прямого эфира не делали. Вот, кстати, я вам включаю перед трансляциями анекдоты. Вот кто сейчас может сказать, что там вообще люди делают правильно? Вот кто-нибудь замечает, что они делают вообще? Вот вы же слышали, как ребята классно рассказывают анекдоты. Но что они еще делают? Кто-нибудь может сейчас сказать? Ку-ку. Люди. Но если это через Инстаграм идет, то там идут как бы адресации, да, в Директ, допустим, пишите, контакты через WhatsApp, допустим, пишите. Ну, вот так вот. Вот это я видела. Да, то есть люди делают призывы, а вот в этих анекдотах, то есть что ребята говорят? Они призывают людей с ними выходить на контакт, подписываться на их канал, писать комментарии, присылать им там то-то, понимаете? То есть постоянные призывы к действиям. Вот возьмите любой эфир, который проводите вы или ваши коллеги. И хотя бы в одном эфире покажите мне, когда человек к чему-то конкретно призвал, чтобы кто-то что-то сделал. В большинстве случаев этого нет. Нет призывов к действиям. Люди послушали вас и ушли после вашего прямого эфира. И люди, которые потратили время на приглашение на ваши прямые эфиры людей, а это тоже время, понимаете? И очень большое время. То есть люди приглашают на ваши прямые эфиры людей и ничего с этого не получают. Ответьте мне, будут ли они еще раз приглашать на ваш прямой эфир, после которого они нифига не получили? Будут? Вряд ли. Вряд ли. Потому что, извините, каждый труд должен быть как-то вознагражден. Если не деньгами, то хотя бы каким-то результатом. То есть если человек сидел 4 дня, отправлял личные сообщения, приходите на хороший прямой эфир, то есть кто-то пришел, и все. Да, конечно, люди вам доверяют, то есть у вас в структурах люди, которые будут делать то, что вы им говорите, но вы поймите, что люди не могут постоянно что-то делать, как бы вот так вот, запросто так на каком-то энтузиазме. Все хотят какого-то результата. И самый хороший результат – это какая-то контактная информация нового человека, с которым я могу после прямого эфира поговорить. То есть очень простая схема. Вы как лидеры рассказываете о продукции, о компании, о бизнесе, рассказываете о чем-то интересном, то есть о том, о чем, например, новички не могут сейчас рассказать. Вот вы же все это умеете делать, и у многих это получается очень хорошо и интересно. А что могут делать новички или другие люди? Они просто приглашают на ваши прямые эфиры людей. Вот такая совместная работа. Вы проводите качественный эфир, я делаю все возможное в плане технической его организации, а большинство людей, большинство людей занимается одним, они приглашают на ваши прямые эфиры людей. И у нас получается очень хорошая командная работа. то, где в этой работе каждый принимает участие и делает то, что он умеет. Вы можете проводить прямые эфиры. Отлично, вы их проводите, хорошо. Я там немного разбираюсь в технических моментах. Я их реализую, чтобы вы не грузили себе головы этим. Вот, большинство народа приглашает. И ваша основная задача, кроме того, чтобы провести прямой эфир, это, конечно, само или самому приглашать на него людей. Но если вы физически это не успеваете делать, то ваша все-таки основная задача рассказать и, ну, какое тут лучше слово подобрать, принудить или проконтролировать, чтобы ваша структура понимала, что нужно делать конкретно для приглашения на ваш прямой эфир, как это технически реализовано, то есть какие два шага они должны делать. То есть всего лишь два шага нужно делать. Конечно, чтобы людям о чем-то рассказать, нужно самому раз или два это все по шагам проделать. То есть сами поймете, как это реализовано, а я об этом рассказывал в субботу, сегодня еще немножко пробегусь для тех, кто не был. Все, и вы, и ваши люди начинают приглашать на ваш прямой эфир людей. Причем каких людей? Вот здесь тоже поймите. То есть наша задача приглашать новых людей. То есть когда ваши прямые трансляции смотрят, блин, одни и те же люди, о каких нафиг заявках мы можем говорить, если это люди, например, вся ваша структура или люди, которые уже под вас подписаны. Конечно, когда на прямой эфир приходят ваши друзья, знакомые, либо ваша структура, это хорошо в плане чего? Это хорошо в плане какой-то поддержки. То есть люди поддерживают вас. Кто-то там начал какую-нибудь фигню писать в чате. Мы все там навалились, да, и человек уже перестал это писать. То есть когда есть группа поддержки, это всегда хорошо. Но когда только одна группа поддержки вас смотрит, зачем проводить такие прямые эфиры? Если основная задача – это новые люди на этих прямых, на качественных прямых эфирах. Откуда их брать? Это либо платная реклама, которой мы сейчас не хотим заниматься, но имея такое количество людей, она не нужна. Потому что я вот в субботу приводил пример. Если даже 10 человек 4 дня приглашают на ваш прямой эфир людей, можно, блин, пригласить тысячу или две тысячи людей. То есть отправить приглашение тысяче, либо даже двум тысячам людям, если работать не в одной, а в двух соцсетях, две тысячи приглашений на ваш прямой эфир. Ну, вдумайтесь, число. Две тысячи отправленных приглашений на ваш прямой эфир. Даже если придет из этих двух тысяч приглашенных 30-40 человек, а это нормально, это уже хорошо. 40 новых человек приходят на ваш прямой эфир. Это хорошо. Это есть вероятность, что однозначно кто-то заполнит анкету на сайте. И вы получите контакты, с кем можно работать. Как вы дальше эти контакты будете обрабатывать? Ну, это не мне вам рассказывать, это вы и так все знаете. Значит, сама идея, понятно? Как работаем? Понятно. Понятно. Да, понятно. Предложения какие-то есть? Ну, пошаговая инструкция. Вот мы сейчас к ней переходим. Значит, сейчас мы переходим по шаговой инструкции, что нужно делать. Значит, я включаю демонстрацию экрана и показываю, что нужно делать. Значит, первое. А, давайте вот так вот. Еще пару слов скажу. Вот на прошлой планерке кто-то из умных, однозначно умных людей, сказал хорошую вещь, которую я прям очень классно запомнил. Ну, и это полностью согласен. Смотрите, у нас много различных всяких трансляций, которые проходят и там, и там, и там, да? У нас много чатов, да? Много-много. И когда вот всего много-много, разобраться с чем-то крайне сложно. То есть возникает понятие путаница. То есть куда идти? То есть непонятно куда. Поэтому, почему я вам предлагаю прямые трансляции проводить с сайта? Вот прям вот поймите четко. Потому что сайт – это возможность перейти на него любому человеку. Причем неважно, пользуется он соцсетями, не пользуется. Если человек может включить компьютер и что-то в нем открыть, какой-то ресурс, то, значит, на сайт он перейдет. Это не проблема. Причем любой сайт можно сделать в закладочке. Кто знает, как в его браузере, в котором он работает, добавить сайт в закладки? Кто знает? Я знаю. Ну да, я тоже знаю. То есть понимаете, о чем я говорю, да? Да, да. То есть если вы перешли на какой-то нужный вам ресурс и вы хотите, чтобы этот ресурс быстро у вас открывался, вы его просто добавляете в закладки. В зависимости от того, каким браузером вы пользуетесь. Браузер – это то, вот, например, в чем вы открыли содержимое сайта. Я вот сейчас пользуюсь браузером Яндекс. И в Яндексе есть вот такая, вот, видите, звездочка. Почти вправо. Да, вот на нее нажимаете, придумываете название, как будет называться этот сайт. И выбираете, куда его нужно положить. Вот я для удобства, видите, даже понасоздавал тут несколько папок в панели закладок. И я могу любой нужный мне сайт размещать в закладке. И потом очень быстро, очень просто на этот сайт, просто выбирая его из этих закладок, переходить. Вот это одно из достоинств сайта. То есть есть возможность на этот сайт любому человеку, кто пользуется интернетом, перейти и затем добавить, например, в закладки, чтобы его быстро находить. И сайт – это будет то единое место, где, например, проводятся наши онлайн-эфиры. Это одно из достоинств сайта, что будет какой-то порядок. То есть хочу присутствовать на мероприятии Vivasan в интернете, да, вот у нас есть такой стандартный ресурс, куда можно зайти и поприсутствовать в онлайн-трансляции. Причем сайт всегда хранит старую трансляцию. Даже если человек зашел на этот сайт, то есть он поздно получил ваше приглашение, но на этот сайт перешел, он будет смотреть запись этого прямого эфира на том же самом сайте, понимаете, и получать ту же самую полезную информацию, но, может быть, без вот такого интерактива. Когда он задает вопрос, а ему прямо в прямом эфире сразу отвечают. Поэтому реально сайт хорошо, но это не самое важное. Самое важное – это форма заявки и реферальная ссылка на этот сайт, о чем я сейчас расскажу. Значит, я вам сделал этот вебинарный сайт. Их два. Вот этот первый, который у нас лежит и называется вебинарный сайт, его пока не надо подключать. Я его не удаляю, потому что, возможно, я его потом переделаю. А вот есть сайт, который так и называется. Сайт для эфиров версия 2. То есть вторая редакция обновленная. Значит, как его подключить? Конечно, подключить его может только тот человек, который зарегистрирован у нас на платформе «Веки роста». То есть нужно войти в свой личный кабинет. Вот вошел свой личный кабинет. Вот в этом черном столбце слева я выбираю сайты, выбираю спонсоров, сайт спонсоров. И открывается список сайтов, которые вы можете подключить. Ищем сайт, который называется «Сайт для вебинаров версия 2» и нажимаем вот на эту зеленую кнопку «Подключить». Видите, вот она. Нажимаем на эту кнопочку и подтверждаю, что я хочу этот сайт подключить. То есть на все сообщения, которые он выдает, я отвечаю «Окей». Все, сайт подключен. Что я получаю сразу же после… Какая возможность у меня появляется сразу же после подключения этого сайта? Я получаю на него вот такую свою индивидуальную ссылку. Вот я ее взял, выделил, скопировал, да, и вам сейчас ее покажу. Так, где мне… Игорь, можно вопрос? А куда приходит эта реферальная ссылка? Где ее смотреть? Я не поняла. Значит, вы поняли, как подключить сайт? Да, 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 это понятно. Вот эта вот длинная ссылка – это и есть ваша реферальная ссылка. Все, я поняла. Она здесь же, на этой странице. Да, вот она, видите, такая длиннющая, зелененькая. Я вот прямо на нее щелкаю. Вот она. Здесь даже написано, видите, реферальная ссылка. То есть вот щелкаю еще раз, выделяю ее адрес, ну, для того, чтобы вам ее показать более так наглядно. Вот открыл блокнотик, и вот сюда я ее блокнотик вот ставлю. Вот видите, вот она такая длинная, страшная. Вот адрес нашего сайта, а вот эта вот пришлепочка, вот эта вот пришлепочка, которую нужно очень точно скопировать. Здесь все буковки важны. Это и есть ваша реферальная составляющая. Понимаете? Вот. Это первая ссылочка на этот сайт. И еще они дают вот такую вот ссылочку. Еще они дают вот такую вот ссылочку. Она уже коротенькая, видите, сокращенная. Она сокращена через сервис, который называется 407. То есть вот такие две ссылки, вот, вы себе сразу скопируете. Так, я сейчас вернусь в комнату, подключу все-таки микрофон, потому что, ну, что-то там у вас квакает постоянно. Хотите сказать что-то, включайте микрофон, говорите. Так, возвращаюсь к демонстрашке. Вот такие вот две ссылочки. Вот это вот и вот это. Это одна и та же ссылка, просто в разных вариантах. Это длинная, полная. А это та же ссылка, но сокращенная через сервис сокращения ссылок 407. Он тоже нам будет очень нужен. Значит, что я сказал в субботу и что я повторюсь здесь для вас. Вот такую вот длинную ссылку раскидывать в социальных сетях я вам очень не рекомендую. Потому что она длинная, страшная. И все вот эти вот длинные ссылки, они пугают. И всегда есть возможность ошибиться. Ссылку нужно сокращать. У нас есть урок, как сокращать, но я пошел по простому пути, как обещал вам. Вот сегодня и завтра, кто подключит сайт и кинет мне вот свою вот такую реферальную ссылку в личном сообщении, я сделаю ее короткой. Вот Татьяне из Липецка я уже сократил. То есть ваши ссылки будут выглядеть вот таким вот образом. Вот я сейчас покажу, как я сделал для Татьяны. Вот у нее ссылка на ее, ее реферальная ссылка на сайт вебинаров выглядит вот так. Липецк, кажется, вот так вот. Вот вместо вот этого, вот этого длинного и страшного, она размещает в социальной сети вот такую свою ссылку. Посмотрите, почему я вам рекомендую именно сокращать. Потому что человек, посмотрев на адрес этой ссылки, он видит ключевое слово Vivasan, видите? То есть он уже понимает, что его приглашают куда-то на что-то связанное. Игорь, Игорь, а здесь, наверное, опечатка вместо Липецк Линекс. Ну, я, это не, наверное, это точная опечатка. Угу. Ну, наверное, вот так. Она мне просто... Линекс – это аптека. Ладно, я понял. Но вот это вот название, она мне попросила написать Липецк, она мне написала, и я его прилепил. А здесь я ошибся, извините, я все время ошибаюсь. Да, понятно. То есть вот это, вот это, вот это, можно быть любой. Можно там написать Ростов-Дон, можно написать там Барнаул, что хотите. Можете ваше имя написать, если вы лично приглашаете человека, понимаете? То есть вот это все будет меняться. Вот это вот не меняемая часть, а вот это, вот какое хотите, такое вам и сделают, только по-английски и лучше не длинная. Вот. То есть вот эта длинная ссылка для Татьяны, она сейчас выглядит вот так. Либо кто не хочет там писать мне, там не хочет как-то сокращать, вы можете тогда размещать вот такой вот вариант сокращенной уже ссылки, который сделал для вас Вик Роста. Это через сервис 407. Все эти три ссылки, они все ведут в одно и то же место. На ваш, это ваша реферальная ссылка, вот эта она в оригинале, а вот эта она просто сокращенная разными способами. Все они ведут на наш, на ваш, на ваш одностраничный сайт, который, на котором проводятся трансляции. Выглядит он вот таким вот образом. Вот эта вот вторая версия, она выглядит вот таким вот образом. Значит, что здесь есть, чтобы вы четко понимали, потому что для вас это нужно и важно. Значит, вот это вот окно, где ведется трансляция, либо хранится запись, уже проведенная трансляция. Вот она, видите? Вот так это все выглядит. Кстати, можете зайти, посмотреть, как это все происходит. Здесь идет эфир. Вот здесь справа люди пишут свои комментарии. А вот то, о чем я вам говорил. Заполните форму и нажмите кнопку отправить. То есть человек здесь набирает свое имя. Человек набирает... Нет, здесь он пишет свою фамилию. Здесь имя. Здесь контактный телефон. Адрес электронной почты. Это нам очень нужно будет. И нажимает на кнопочку отправить. И на этом сайте есть еще два инструмента, о наличии которых вам, как выступающим, нужно знать. Во-первых, есть кнопочки, вот видите, с левой стороны, поделиться в соцсетях. И кнопочки подписки на новости. Вот от всех этих существований, этих управляющих элементов, вам, как человеку, который проводит вебинар, нужно знать. И нужно понимать, для чего они нужны. То есть нужно делать призывы. Люди, пожалуйста, задавайте вопросы в комментарии на сайте. И вот здесь вот люди пишут свои комментарии. То есть представляются, кто они, имя, и потом пошел его комментарий. И нажали на кнопочку отправить. Конечно, то, что нам в первую очередь нужно, это заполнять контактную форму. То есть в процессе рассказа о чем-то вы должны делать такие плавные переходы. То есть хотите узнать больше, ребята, пожалуйста, вот под окном трансляции есть форма, заполняйте, с вами свяжутся. И что-то ответят более подробно на ваши вопросы, или там объяснят, или разъяснят, и так далее. То есть призывы такие понятные, логичные, их нужно делать и по мере, как вы рассказываете, и, конечно, в конце. То есть в конце каждой трансляции должен быть конкретный призыв. Ребята, пожалуйста, оставайтесь с нами, заполняйте контактные формы. Конечно, надо призывать людей делиться этим сайтом. То есть нажимать на кнопочку «Поделиться в социальных сетях». Вам понравилась трансляция, хотите рассказать о ней своим друзьям, нажмите, пожалуйста, кнопочку «Поделиться в соцсетях». Нажимаем на кнопочку, например, «Поделиться в ВКонтакте», ссылка на эту страничку летит на личную страничку человека. И его друзья видят о том, что проходит такой-то вебинар на такой-то ссылке, причем передается ваша реферальная ссылка. То есть если человек, который пришел от вас, поделился, то на его страничку летит не просто ссылка на этот сайт, а его реферальная ссылка, а ваша реферальная ссылка. Ну и, конечно, то, что у нас находится вверху, это подписка на новости. Потому что каждый вебинар должен собирать контакты людей. Не важно, заполнил он контактную форму, что-то ему не понравилось или как-то не зацепило, но человек хочет, например, получить какой-то подарок от вас. А какие подарки делать, я сегодня скажу. Но вы делаете призыв, ребята, хотите получать информацию о наших вебинарах, пожалуйста, подписывайтесь на наши новости. Вот нажимайте на кнопочки вот там вот вверху. То есть человек через любую социальную сеть, которой он пользуется, может подписаться на оповещение. Но это вот то, что называется чат-бота. То есть человек подписывается, например, на Facebook, и ему в личку будут приходить оповещения о предстоящем вебинаре. То есть если мы будем после каждого вебинара получать контактные данные, мы будем иметь возможность людей, с кем мы можем пообщаться голосом. Если после каждого вебинара список наших подписчиков, то есть людей, которые приходят к нам на вебинары, будет увеличиваться, у нас будет более простой способ, абсолютно бесплатный, оповещать большее количество людей о том, что мы проводим на трансляцию. И будет больше людей приходить. То есть вообще-то все вебинары начинаются там, 10-15 человек в лучшем случае приходят, да? Но если вот каждый вебинар набирает подписную базу, на каждый следующий приходит все больше и больше и больше людей. Идея понятна? Включите микрофон. Понятно. Да-да-да. Да, понятно. Все понятно. Вопросы есть. Давайте вопросы. Вот хотелось бы логаритм. Вот если мы раньше, допустим, я так поняла, если раньше захожу я вот в контакт на вашу страничку, да, и как бы вебинар, который следующий будет, я как бы делюсь этим, ну, вот это то, что у вас есть. Сейчас я буду делать по-другому. Вот это вот мне. Сейчас вы будете делать все то же самое, но кроме вот этих ссылок на социальные странички, где проходится вебинар. Видите, вот я вам кидал в скайп там 5 или 6 ссылок, где проходит вебинар. Сейчас вы вместо всех этих ссылок размещаете одну ссылку, свою реферальную на сайт, где идет трансляция. И пост у вас будет абсолютно одинаковый во всех социальных сетях. Это даже упростит работу, понимаете? Еще можно для особо даренных, как Олег Васильевич? Конечно. Я, значит, нет смысла заходить к вам на страничку, я захожу к себе на сайт, ой, на это вот, на свой это, и вот это, которая будет реферальная ссылка, бросаю, я вот сам вот это вот. Да, вы правильно понимаете, к вам не надо заходить на мою страничку, вот она будет, трансляция будет идти, ваша основная задача приглашать людей не на страницы каких-то людей, которые проводят вебинары, ваша основная задача, чтобы вам был какой-то смысл от этого, приглашать их на сайт по своей реферальной ссылке. Тогда, если человек заполнит форму, вы войдете в личный кабинет Век Роста, вот войдете в личный кабинет Век Роста, и вот там, где у вас написана структура, вот видите, вот здесь написано структура, это люди, которые уже все, вот в вашей команде. Но под структурой еще есть раздел анкеты, и вот как эти сайты работают. Человек зашел по вашей реферальной ссылке, вы его лично пригласили, ему понравилось выступление, он последовал призыву заполнить контактную форму, он заполняет контактную форму, и лично вам, ни мне, ни Ольге Васильевне, ни спикеру, да, а лично вам в раздел анкеты загорается такой зелененький огонек, вы видите новую анкету человека, но сейчас попробую показать Ольге Васильевне. Не, ну мы это уже проходили, анкета. Да, 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 это я вам уже показываю. Я все равно вот про другое. Давайте, про что вы? Маленькая вот такая, которая вот где-то затормозилась. Давай. Посмотрите, вот вы объявляете, что будет вебинар вот такой-то, такой-то, да. Мне нужно просто-напросто зайти на свой сайт и эту ссылку уже бросить и дать, ну, каким-то словесными своими словами, вот, приглашение на этот вебинар, но через эту ссылку. Так я поняла или нет? Вот сам логаритм. Ну, близко, но смотрите, еще раз, вы немножко опережаете, я сейчас об этом хотел рассказать. То есть как все-таки приглашаем? Мне сейчас чисто технически понятно, что все трансляции идут у нас на сайте, и вы на этот сайт приглашаете только по своей реферальной ссылке. Да. Теперь вот как, вот переходим вот к этому вопросу, как приглашать? Еще, подождите, еще такое вот. Даже если я провожу свой прямой эфир, я тоже так же через вот этот вот сайт, я тоже так же поняла, да, это тоже так же. Ну, вот смотрите, сейчас идея не делиться сразу, не почковаться там, бежать там, делать что-то свое. Я вам сейчас предлагаю хотя бы какое-то время откатать эту схему и всем проводить эти трансляции вот с единого вот этого сайта, понимаете? То есть, чтобы вы пока не ломали себе голову, как технически это организовать. Кто потом поймет, что он уже все готов это делать самостоятельно? Что можно сделать? Я могу вот лично для вас сделать такой же сайт, вот прям вот лично для вас, и вы вот лично с него проводите свои вебинары. Но что тогда происходит? Тогда на вас будет ложиться и проведение вебинара, и техподдержка, и вы тогда должны сами организовывать приглашение на свои вебинары, понимаете? Если вы сейчас начнете сразу все делать в одно лицо, вам будет очень тяжело. Давайте сейчас хотя бы несколько вебинаров, чтобы вы поняли, как это работает, как отработать эту схему, чтобы провести это вместе. Да и вообще лучше все реально делать вместе, потому что, ну, не сможете вы сейчас физически много новых людей пригласить в одно лицо на свои вебинары. Ну, в большинстве своем. А вместе мы сможем много людей приглашать в одно место, понимаете? И если вы прям так горите выступить, что вам нужно делать, я вам сейчас расскажу. Вот смотрите, у нас есть единое место, где проводятся вебинары. Теперь, когда они проводятся? Какие вебинары? Что там будет? Где это брать? Значит, что я опять же сделал? И ссылку на это я уже вам скинул в чат. Я вам скинул ссылку вот на такую вот табличку. Эта таблица, я ее назвал «План вебинаров». Она очень простая. Смотрите, очень простая табличка. Она состоит из трех листов. Я сейчас нахожусь на листе, который называется «План лайв-трансляции». Здесь дата. Когда будет проводиться вебинар? Вот смотрите, сегодня у нас 27 июня. Да, и вот 27 июня вебинар. Кто проводит? Написано, кто проводит. Причем лучше, конечно, написать о себе несколько слов. Кто вы, лидер компании, врач косметолог и так далее. Почему? Потому что вы будете понимать, то есть люди, которые будут приглашать, они будут понимать, на кого они приглашают и стоит ли им приглашать. Потому что какие-то разные у всех друзья с разными интересами. Кому-то больше интересен бизнес. И там пошел вебинар по бизнесу, вот мы туда приглашаем. Вебинар по здоровью, на здоровье. Вот сегодня вебинар по красоте, значит, нужно туда приглашать определенную категорию людей. Вот кто проводит тема, короткая тема вебинара. И дальше, конечно, нужно расписать, что будет на этом вебинаре. Коллеги, поймите, если что-то вот как-то так заувалировано и размыто, какие-то общие слова, на такие вебинары сложно людей приглашать. Вот вы это тоже себе запомните. Я, конечно, понимаю, что вы привыкли приглашать людей своих, которые вас знают. Вы их приглашаете даже не на тему вебинара, вы их приглашаете на себя. Я говорю о новых людях. Новый человек, если он не будет понимать, что там на этом вебинаре, какие вопросы конкретные будут рассмотрены, люди просто не поймут, не пойдут, потому что время – это самое ценное. Поэтому, конечно, нужно четко расписывать, какие вопросы будут освещены на этом вебинаре. И, конечно, нужно писать о том, что людям интересно. Тогда нам будет легче приглашать. То есть вот это вот вебинарный план. Это делаете вы. Поэтому просьба какая? Вот кто решит проводить вебинары, пожалуйста, вот в таком вот формате. Либо сразу сюда заполняйте в таблицу, ссылка лежит в нашем чате. Либо пишите мне в личку дату, кто проводит. Ну, то есть вот по этим всем полям. Скидывайте мне. Я их буду оккультуривать и размещать сам в этой таблице. Игорь, можно вопрос? Да, давай. У нас сейчас пока будет реферальная ссылка, я так понимаю, на этот сайт одна. У каждого слоя. У каждого слоя, да. Я поняла. Я имею в виду не на каждое видео. Это когда уже видео загружено, тогда мы можем там отдельную сделать, например, ссылку, да? Еще раз, Юль, давай, чтобы я попытался. Вот у нас будет трансляция, например. Там создается отдельная ссылка, партнерская, на каждое видео. Или в общем идет на сайт. Нет, 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 нет. То есть ссылка единая, она на сайт. Она никаким образом не будет меняться. То есть туда человек перешел, и он видит все, что там загружено. Нет, он видит либо ведущую, либо идущую трансляцию сейчас, либо запись последней проведенной трансляции. А, я понял, в чем вопрос. То есть надо вот смотреть. Ну, давай конкретный пример. Вот сегодня, вот сейчас на этом сайте, если я сейчас включу, сейчас на этом сайте у нас лежит трансляция, которую я вел в субботу. То есть сейчас, если мы перейдем на этот вебинарный сайт, где я его открывал, вот оно. То есть на нем лежит вот та трансляция, которую я провел в субботу. После субботы никаких трансляций больше не было. И все, кто будет переходить на этот сайт, они будут видеть вот эту завершенную трансляцию. Вот сегодня у нас в 19 часов будет вебинар по красоте. Это видео изменится. Там будет видео с картинкой вот этой темной девушки. Когда мы проведем эту встречу, на этом сайте будет лежать вебинар по красоте. И будет лежать до тех пор, пока у нас не пройдет новый вебинар. То есть сайт один, а меняется видео. Все эти ролики, вот эти ролики с трансляциями, они выкладываются автоматически на нашем канале Красота, Здоровье, Благополучие. Если вам нужно забрать именно видео своего вебинара, вы просто заходите на Здоровье, Красота, Благополучие, ищите нужное вам видео, и вот вам ваша ссылка, вы ее там куда-то себе разместите. Я правильно понял вопрос или неправильно? Да, да. Игорь, а еще такой вопрос. На какие сети это будет транслироваться? Там же указано было на какие. Ну как указано? Смотрите, это хороший вопрос. Значит, смотрите, это хороший вопрос. Но этот вопрос задается... Наверное, все-таки я опять что-то непонятно рассказал. Значит, смотрите... Понятно, ссылка... Игорь, понятно, ссылка едина. Я ее лично могу бросить человеку. Например, у меня ВКонтакте есть. Я кому-то лично сообщу. Есть в Фейсбуке, тоже прям в личку написала. Вот давай, интересно, у нас будет мероприятие, заходи. А Инстаграм, правильно? А вот что с Инстаграмом? Ну, тоже так же я могу лично. Я пока там не очень еще понимаю. А вот эти два контакта... Ну, смотрите, Юля здесь, она вам скажет, что если вы пишете в личку, да, в Инстаграм, ссылка уходит кликабельная. Юля, я правильно говорю? Ссылка может быть кликабельная. Но если мы пишем в личку конкретную ссылку, но если там проходит трансляция у кого-то, и вы делаете в сторис или в этом, в посте, в самом упоминании, там нужно обязательно делать через собачку, логин этого человека полностью ставить, чтобы человек перешел туда. По-другому он никак не увидит. Поэтому с Инстаграмом это, скорее всего, пройдет. Поэтому пока не заморачивайтесь. Понятно. Если вы будете приглашать людей из Инстаграма на эти трансляции, то самый простой способ это либо отправлять ему в личном сообщении ссылку на сайт, хотя я всегда против отправки в личных сообщениях каких-то ссылок, даже друзьям. Но, конечно, ссылка в разумных количествах в личку, ее кидать можно, можно, да, особенно если вы кидаете друзьям, и особенно если это не первым сообщением. В принципе, я об этом говорил, мы, опять же, чуть-чуть перебегаем, да, то есть если вы начинаете людей приглашать, вы вначале, человеке, просто напишите сообщение, интересно ему эта тема или нет. Если человек сказал, что да, мне интересно, тогда вы можете ему кинуть ссылку. Сразу кидать ссылку в первом сообщении. Вот у нас сегодня, блин, вебинар, приходите, и вот там ссылка, как это делают многие. Так делать не надо. Это, ну, приведет к плохим результатам. Значит, я пытаюсь сейчас вас подвести, что когда мы приглашаем людей, мы их приглашаем исключительно на сайт. Почему? Потому что это единое место, и потому что на сайте человек может заполнить контактную форму. Рассказывать, где еще это идет, трансляция, нет никакого смысла, понимаете? Потому что, конечно, можно приглашать людей на трансляцию, которая идет на какой-то конкретной страничке человека. Но как вы узнаете, понравилось это человеку или не понравилось? Значит, вам нужно его вначале пригласить, написать ему, да? Потом после трансляции ему нужно опять написать, тебе понравилось выступление, то есть будешь там, есть какие-то вопросы, понимаете? Лишние телодвижения. Здесь как бы все проще. Единое место. Мы всех людей просто простыми действиями, разместив у себя пост об этом мероприятии и отправляя личные приглашения в личку своих друзей, всех их гоним на этот сайт. Вот просто всех их гоним и гоним, гоним. Человек перешел на сайт из любой социальной сети, даже если он не пользуется социальными сетями, он туда перейдет. Посмотрел, заполнил, все, у вас анкета, вы можете дальше продолжать работать. То есть чтобы не тратить время вот на эти долгие переписки, пригласили, потом опять написал там, ты был на вебинаре, да нет, я не был или не ответил, ну и что, представляете, какое количество времени на это будет тратиться. А время это ценно. Поэтому лучше выполнять какие-то понятные, простые действия, приглашать людей на единый ресурс, на котором есть все инструменты, которые нам позволят из этого прямого эфира что-то получить. Контакты, хотя бы поделиться сайтами, кто-то подпишется, будет набираться список людей, которым интересно это мероприятие. То есть понимаете, сайт позволит нам проводить эфиры с какой-то практической пользой. Тут, наверное, вопрос. Человек, который проводит эфиры, на его социальные сети это будет идти? Может быть, я вот так вот должен был услышать ваш вопрос? Можно я добавлю? Давай. Я вот делала на какой-то вебинар, который у нас проходил, я делала в сторис-опрос. Кому интересно, я пришлю ссылку. Люди отвечают «да», «нет». То есть они ответили «да», вы конкретно спокойно можете писать этому человеку. «Добрый день», «добрый вечер». Вот вы ответили «да». Вам интересна эта тема? Но в любом случае не сразу писать, а спросить, интересно или нет. Потому что там очень много ботов, которые ставят «да», «нет», только это проплаченные программки, а не люди. И там уже будет видно, как только вы ему «добрый день», а он вам целый список со ссылками, то уже понятно, что это бот, это не человек. Нет, ну вариантов приглашения на вебинар, их можно понапридумывать много, честно говорю. Платная реклама очень замечательно работает, да. Но я говорю сейчас о самом простом способе, который смогут выполнить любые ваши люди. Это разместить уже готовый пост и просто писать приглашение в личку своим друзьям. Почему я говорю «разместить уже готовый пост?» Вот давайте двигаемся дальше по этой табличке, где у нас вебинарный план. Значит, видите, вот эта вот ссылка, ссылка, которая называется «ссылка на пост». То есть, когда у меня есть, о чем будет вебинар, когда он будет, я просто готовлю то, что я кидаю или кидал, теперь уже будем говорить так, что я кидал в чаты. То есть, я в чаты кидал вот такие вот вещи, уже готовые картинки, вот видите, текст поста, картинка и так далее. Я прекрасно понимаю, что у кого-то там, например, скайп или ватсап на телефонах, а в социальных сетях они их компьютером. То есть, ну, чтобы как бы вот убрать проблемы. Извините, начальство звонит, я отвечу. Передам привет. Можно я пока скажу? Пока мы все заняты. Скажи, Юль, у меня вопрос. Можно Валентин Викторович задать вопрос? Смотри, я 20 человек в субботу пригласила, вот по этой ссылочке, что у тебя было. Эта ссылка как будет единопременная или она постоянная? Я хочу сама посмотреть. Смотрите, я каким образом делала? Вот на Фейсбук шла трансляция. Я эту трансляцию запускаю в совместный просмотр. Там есть вот такой. То есть, я вижу одновременно трансляцию, которую ведет Игорь и которую веду я. Естественно, ту, которую веду я в прямом совместном просмотре на Фейсбук. Подключаются мои друзья на Фейсбуке. И они позже это все равно увидят и просмотрят. Потом я дописала. Самое простое можно дописать, что если у вас есть какие-то вопросы, я написала «наша команда», т-т-т-т-т-т. То есть, это уже понятно, что все вопросы можно обращаться к вам. Об этом можно написать, и никаких проблем не будет. Поэтому можно из соцсетей точно так же приводить людей, не используя ссылки, если пока еще не разобрались. Просто перепост делаете, и там есть текст, дописать текст. И вот можно в этом перепосте дописать текст, чтобы люди на все вопросы обращались к вам в личку. Какой вопрос у вас был? Мне кажется, что совместный просмотр, сделать перепост для людей, которые не могут отправить личное сообщение в личку, это очень будет сложно. Поэтому я реально вам сейчас предлагаю идти по самой простой схеме. То есть проще. Это однозначно проще, Игорь. Это даже не обсуждено. Я еще раз говорю. То есть, понимаете, вот проблема обучающего центра нашего в чем? Потому что для многих людей этот материал, он сложен. И самое главное, непонятно, за каким хреном он там лежит. Понимаете? То есть какой результат он приносит. Для многих это просто вообще непонятно. А выполнять непонятные действия, не получая какого-то результата, люди просто не хотят. Поэтому усложнять сейчас реально нельзя. То есть нужно дать самую простую схему. Вот чем проще, блин, тем лучше. Проще, чем написать в личку человеку, это не бывает. Причем, почему опять же вот сайт этот хорош? Чем он? Потому что тем, кому даже не хочется писать в личку, но те, кто не очень любит социальные сети, вы можете приглашать по телефону. То есть, ну вы немного меня выдергиваете, не по тому плану, как я хотел. То есть на этот сайт можно приглашать людей, просто позвонив человеку. Вот вы можете просто позвонить человеку и сказать, что ему нужно сделать. Главное, чтобы человек был перед компьютером, либо у него был листочек бумажки, и он мог записать эту схему. И человек опять же перейдет на сайт по вашей реферальной ссылке. И опять же, если он выполнит там какое-то целевое действие, это будет для вас какой-то результат. Плюс опять же, благодаря статистике, а когда вы подключили этот сайтик, вы увидите очень важный для моей, ну с моей точки зрения, это очень важный момент. Вот видите, вот я подключил этот сайт и смотрю, уникальных переходов три. То есть три раза кто-то перешел по моей ссылке, хотя я еще никому не кидал. То есть значит, то, что я делаю, блин, работает. Значит, кто-то откликается на мои действия, понимаете? То есть когда человек видит, выполняет простые действия и видит их результат, это стимулирует к работе. И вот я вам предлагаю сейчас пока по простому пути, без всяких заморочей, начать что-то делать. Вот начнете, будет получаться результат. Дальше вы можете там столько всего интересного понаворотить, столько придумать различных схем, улучшающих привлечение людей на вебинары, само проведение вебинаров. То есть можно понапридумывать очень много. Но опять же, вот включу вам, покажу. Раз уже об этом начали говорить. Где я это открыл? Вот здесь. То есть вот сейчас эта страничка проведения наших мероприятий выглядит вот так. Видите, в виде вот такого онлайн-инструмента. Очень простого, но достаточно наглядного. Но можно же сделать и вот так. Вот это вот одностраничный сайт мероприятий. Что когда дальше пошла вот эта вот схема, видите, вот какого числа, кто будет выступать. То есть здесь можно зафигачить нашу команду, людей, которые будут выступать. Видите? Это называется одностраничный сайт, который собирает на мероприятия. То есть можно на него направлять людей, люди будут оставлять свои контакты. То есть будет собираться подписная база и людей более просто приглашать. Но это все можно сделать. Сейчас я вам предлагаю сделать пока по простой схеме. Игорь, а можно замечание по таблице, вот по этой маленькой? Конечно. У нас время там не указано. Дата указана, а время не указано. Ну вот это надо будет добавить, конечно. Согласен. Я добавлю. Потому что без времени это 27-го. Приходите. Куда, во сколько. Идея понятна. Есть сайт, есть таблица мероприятий, в которой даже лежит ссылочка на уже готовый пост. Вот все, что нужно сделать человеку, это пройти по ссылке и скачать все, что нужно для поста. Текст и картинка. И разместить это у себя в социальной сети, если вы ими пользуетесь. Если не пользуетесь, значит не размещайте. Если пользуетесь, скачали, текст уже готовый, и картинка под нужную социальную сеть. Там квадратные картинки, вертикальные для сториз, горизонтальные. В зависимости от того, какой социальной сетью вы пользуетесь. Разместили. В тексте поста вы меняете только одно, там прям выделено будет. То есть вставляете свою реферальную ссылку на сайт трансляции. И все, все остальное можно оставлять, как было. Если считаете, что нужно что-то добавить, пожалуйста, это очень приветствуется. Изменяйте текст, добавляйте что-то, меняйте картинки, если считаете, что можно сделать лучше. Пожалуйста. Кто не хочет на это тратить время, просто берем уже готовый пост и размещаем у себя на социальных сетях. Все. Еще можно вопрос один? Если сегодня, как бы, есть такая возможность сделать вот уже это и уже сегодня разбросить на вот этот вебинар через свой сайт. Это так, да? Это еще была возможность такая, появилась в субботу после вебинара. То есть уже в субботу после вебинара я это уже все было готово. Татьяна Панарина сказала, что ей очень понравился вебинар. И она мне сказала, посмотри, я его не могла найти, все старые были, почему-то я тут не могла найти. Ну, опять же, вопрос, где искали, понимаете? Поэтому, когда очень много мест, крайне сложно что-то искать. Поэтому я еще раз говорю, должна быть какая-то системность. Где чугой искать? Все вебинары, которые проводим, лежат у нас по одному адресу. Пожалуйста. Если там лежит вебинар не тот, который вам нужен, заходим на Здоровье, Красота, Благополучие на YouTube. И на этом канале Здоровье, Красота, Благополучие, на которое вы все подписались. Это было одно из условий в тренинг-центре. Вот на этом канале просто смотрим все записи. Они там все есть. Вот все, что проводилось, лежит на канале. В разделе трансляции. Кто не знает, как туда попасть, но могу показать. Просто сейчас, если я еще и это буду рассказывать, то мы никогда не закончим. Понимаете? Почему-то первые были другие, они не субботные. Не знаю, почему я заходила и туда. Куда вы заходили? На YouTube. Ну, на YouTube есть два раздела. На YouTube есть два раздела. Есть за дело разгрузки, загрузки, то есть загруженные видео. Есть раздел трансляции. То есть вам нужно просто выбрать раздел трансляции, и там все прямые эфиры лежат. Это специфика YouTube. Ну, опять же говорю, ну, покажу, расскажу. Сейчас нам... Самое простое, в соцсети к Игорю зашли, и там последние сразу видны. Ну, это тоже вариант, но сейчас у меня ВКонтакте трансляции не идут, и вот уже... Да, это были повторы тех суббот, а это и не было. Я же заходила. В ВКонтакте, ВКонтакте сейчас эфиры не получаются. Я тут пишу в техподдержке, они мне ничего разумного объяснить не могут. Так, ладно, коллеги, давайте вот все-таки дойдем до конца. Значит, сайт, у нас есть вебинарная таблица. В принципе, немного, наверное, понятно, как приглашать, но я все-таки еще раз повторюсь. То есть вам нужно, вам и вашим людям, открывать вот эту вот вебинарную табличку. Адрес я ее кинул в Скайпе. Вот, адрес у нее очень простой, я его сократил. Вот он, видите, этот адрес. Я его сейчас могу скопировать и тоже там кинуть вам в планерку. Это таблица, где проходят вебинары. Вот чтобы нам сейчас сразу что-то уже делать, пожалуйста, давайте мне в личку, в личных сообщениях, где вам удобнее, в контактах, там, в WhatsApp, в Скайпе, пишите, какого числа вы будете проводить трансляцию, на какую тему, и я буду эту табличку заполнять. Кто умеет, можете сразу заполнять здесь. Я буду делать по этим трансляциям посты и загружать их на Яндекс и размещать ссылку. То есть просто кликаем вот на эту ссылочку и просто-напросто на нее переходим. Открывается папочка, где лежат, вот видите, вот уже готовые картинки, вы их отсюда скачиваете, и вот лежит текст. Как скачать с Яндекс.Диска? Опять же, у нас было все в обучающей платформе. И вот это относится к тому, что я называю компьютерная грамотность. Это нужно уметь делать. Вот если вы это не умеете делать, вам будет сложно. Поэтому все учить не надо, научитесь выполнять пока конкретные действия. Хотя бы, например, как скачать с Яндекс.Диска. Но это для тех, кто пользуется социальными сетями. Далее. Если у нас вебинар начинается в понедельник, то приглашать на него надо не в понедельник после обеда, а приглашать на этот вебинар нужно хотя бы начиная с четверга. Об этом нужно знать и вам, и тем людям, которых вы будете подтягивать к приглашению на этот вебинар. Можно вообще там со среды начинать приглашать. Разместили пост и начинаем людям писать в личку. Вот смотрите, на нашей страничке, вот на этой, где вебинарный план, есть еще отдельный лист. Третий. Он называется «Примеры приглашений». Я вам предлагаю разбить приглашение минимум на два. То есть первое – это интерес и объяснение. То есть объяснение и узнать, интересно ли человеку мероприятие или нет. То есть «Добрый день, Олег!» Мы с вами друзья в такой-то социальной сети. 27-го числа проводится интересное событие на такую тему. Вам хотелось бы узнать об этом подробнее. Если человек отвечает «Да, хотелось бы» или «Мне неинтересно», вот только тогда вы с ним продолжаете диалог. Если человек не ответил, все, вы ему просто больше не пишете, чтобы не быть назойливым. И вот такие приглашения вы начинаете отправлять своим друзьям и просите это делать людей, которые работают вместе с вами. Отправлять ссылку во втором сообщении в принципе можно, но зачем вы разместили пост? Потому что я всегда во втором сообщении пишу там «Здравствуйте, да, благодарю за проверенный интерес, более подноровно трансляции у нас там-то и там-то». То есть у меня на страничке лежит «Пожалуйста, читайте». И это лучше, чем вот эти вот ссылки в личных сообщениях. Значит, вот таким вот образом вы четверг, пятницу, субботу и ваши люди, воскресенье, понедельник отправляете приглашение на предстоящий выбор. Значит, кому неудобно пользоваться социальными сетями, вот кто привык работать по телефону, а это реально круто, это очень хорошее умение. У вас есть список контактов, то есть вы, конечно, приглашаете в первую очередь свою структуру, чтобы они пришли и поддержали. Но самое главное пригласить новых людей. То есть нужно заниматься тем, что называется, ну, блин, холодный обзвон, тупо, да? Вот. И как человека по телефону пригласить на предстоящее мероприятие. Вот здесь как раз вам и помогает вот эта вот ссылочка 407. Вот эта вот ссылочка вам прям очень-очень поможет. Эта ссылка сокращенный вариант вашей реферальной ссылки. как это работает? Вы человеку прям диктуете пошаговую инструкцию, говорите человеку, значит, пожалуйста, перейди на Яндекс, на поисковую систему. То есть человек открывает просто-напросто Яндекс. И вот в строке поиска Яндекс человек набирает 407 ру, вот так вот, без разницы, по-русски, по-английски, не важно. Первое, что находит Яндекс, это вот эту ссылочку на этот сайт 407, видите, она зелененькая. Перешел на нее, перешел, молодец, или хорошо, что сделал. Вот этот адрес, это ваш код реферальной ссылки на сервисе 407. Вам нужно вот этот вот код человеку продиктовать по телефону, чтобы он его правильно вот здесь набрал. Вот он набирает этот код, нажимает перейти. И куда он попадает? Он попадает на ваш, на наш вебинарный сайт, но по вашей реферальной ссылке. Вот он перешел, открылся сайт, видите. Дальше, что вы ему говорите? Слушай, умеешь добавить в закладки этот сайт? И начинаете ему говорить, то есть, каким браузером пользуешься? Вот я сейчас открыл его в Хроме, да, в Хроме не звездочка, а вот такой флажочек. Нажимаем на флажочек, выбираем, куда добавить, нажимаю, готово, все, сайт у меня вот добавился, наш сайт называется VivaStarsLive, VivasanOnline, вот так вот. Вот этот сайт добавился в закладки, и теперь всегда можно на него быстро переходить. Вот такая простая инструкция, которой можно и нужно пользоваться тем, кто приглашает людей по телефону. Поэтому смотрите, вот чем опять же этот сайт хорош, что неважно, пользуешься ты социальными сетями, не пользуешься, любишь ты Инстаграм, блин, не любишь ты Инстаграм там, но если у тебя есть контакты людей, ты их можешь пригласить на интересное мероприятие. список мероприятий есть, время есть, ссылка есть, телефон есть, приглашай, все. Вот и в принципе вся схема работы. Я сегодня хотел вам рассказать именно вам, что нужно делать на вебинаре. Если у вас еще есть время и желание, я готов это сделать, но вначале давайте все-таки подытожим. Кому что непонятно, кто видит какие-то косяки, кому что-то не ясно, я сейчас готов на это ответить. Давайте подведем. Понятно так, Игорь, просто практиковаться надо, это все как бы, да, понятно. Абсолютно верно, конечно. Игорь, я в конце вот записала, значит, перейти на Яндекс, потому что я многим звонила, я по смс-кам всегда делаю, да, 407.ру мой код, Ютуб, как получить заявки, вот эта картинка будет в качестве прямых эфиров, дальше Вивастар, и дальше список мероприятий, или я сразу на мероприятие приглашаю? Значит, 407.ру это возможность перейти просто на ваш сайт, по вашей реферальной ссылке, на сайт трансляции. На сайте трансляции будет показана та трансляция, которая либо идет, либо готовится, либо проведена. Вот у нас сейчас там лежит наша последняя субботничная запись. Табличка с планом эфиров вам нужна просто для того, чтобы понимать, на какое мероприятие вам людей приглашать. То есть вы будете видеть... И второй вопрос. Я ссылку давала в субботу, которая была у вас вот на передаче. И телефон, и ссылка. Из 23 сказали спасибо, которые давно ничего не брали. Но им интересно, молодые, интересно было послушать. они посмотрели, не посмотрели, но мне интересовало, как они отнесутся к этому новому мероприятию. Ну вот смотрите, вот понять, посмотрели они или посмотрели, можно будет очень просто. Если вы переходите в раздел статистика, вот понимаете, вот чем вот хорош... Мне проще им позвонить, я позвоню и точно. Нет, нет, нет. Это вообще лучше. Это не то, что проще. Это лучше. Потому что, когда вы еще человеку позвонили и поинтересовались у него, ну понравилось или не понравилось, что-то ясное или нет, это вообще круто. Это, понимаете, хороший повод с человеком продолжить общение. То есть он сказал, что я приду на вебинар, вебинар прошел, вы ему там на следующий день позвонили и поинтересовались. Это вообще шикарная схема. Это лучше не придумаешь. Это хороший повод с человеком еще раз пообщаться. Но если вы там подправляли там 40-30 приглашений человеку, людям своим, потом перед тем, как отправлять эти приглашения, вот зашли сюда в статистику, посмотрели, 3 перехода были, вы отправили 40 приглашений, там выждали денек, зашли опять в статистику, она обновилась, и видите, что там 13, значит 10 человек из тех 40, кому вы отправили, перешли по вашей ссылке, значит 10 человек заинтересовались тем, что вы им предлагали, и вот эта вот статистика, это тоже очень хороший стимул что-то видеть, работает или не работает, понимаете, то, что вы говорите, я им позвоню еще голосом, блин, да это вообще шикарно. Игорь, так вот, Валентине Викторовне, можно прям сразу и саму эту ссылку и писать, только без ошибок, в смс-ке. Вот я ебаюсь, ошибка взяла. Юля, мне понравилось, что ты там была, вот у тебя там конкретно было, прям написано, и принимаю как бы разговор, принимаю все это, отвечу, прям очень хорошо. Ну это я в комментариях написала, это было на моем совместном просмотре. Это было в субботу у тебя, я вот один раз смотрела в субботу. Да, да, я видела. Если вы рассылаете, вы смс-ку можете полностью всю ссылку написать, она будет кликабельная. То есть, если у человека не кнопочный телефон, он может напрямую нажать эту ссылку и посмотреть на телефоне, как мы смотрим видео. Да, поняла. Еще мне очень понравилось, если действительно Игорь сделает, вот кто выступает, и эти картинки. Я бы сегодня хотела бы увидеть Авешникову и ее вот массажисту, как кабинет, ну, с кем мы будем разговаривать. Ну, конечно, когда вы приглашаете людей на мероприятие, вы должны знать, на что вы приглашаете. Да, потому что я сегодня приглашала Нашунину, я не знала, что будет Наташа. Наташа, извини, как бы, да? Я думала, что Лидочка будет выступать, потому что обговаривалась так. Нормально, Лидия Митрофановна тоже будет участвовать. Отлично. Я вот тут у меня выбивала телефон, это свет, вырубалась я. Немножко пропустила, извините, а то я, может быть, сейчас мне тут вопрос задам. А если, допустим, мы же можем заходить в WhatsApp-компьютер и эту ссылку копировать и бросать в WhatsApp, и она не надо ее набирать будет. Народ, я еще раз говорю, как людей пригласить по ссылке, вот то, что вы сейчас говорите, отправить ссылку смс-кой в WhatsApp, в личное сообщение, это самый простой способ для тех, кто это может делать. Я говорю о людях, которым это сложно сделать, но которые могут, понимаете, вот записать те действия, которые я только что проговорил. Перейди на Яндекс, нажми то-то, набери то-то, понимаете, все. Это все делается голосом. Еще ничего писать, кнопочки никакие нажимать не надо. Вы поймите, вариантов можно понапридумывать много. Давайте пока по простым вариантам двигаться. Дальше вы их усовершенствуете. Удобно вам отправлять смс-ку, тратить на это деньги. Отправляйте, народ, прекрасно, это все работает, это просто. Человек получил смс-ку, нажал, перешел, отлично. Классно пользуйтесь WhatsApp, приглашайте через WhatsApp. Прекрасно тоже, все, это быстро, это просто, все же люди сидят с телефонами. Мы научились с WhatsApp работать, и нам это проще. Если вам так проще, я говорю, народ, вы приглашайте так, как вам проще. Мне проще голосом в социальных сетях людям надиктовать и потом сказать, перейди туда-то. У меня это очень хорошо работает. В WhatsApp мне тоже удобно, потому что я его открываю. Главное, что есть ссылка, есть адрес, куда пригласить. Да, да. А как вы это будете делать? Я вам дал простые варианты. Если у вас есть какие-то уже другие проверенные варианты, которые вам удобнее. Зачем вам что-то навязывать? Если вам так удобнее, делайте так. Но главное, делайте все. И не приглашайте одних и тех же, потому что все-таки... В чем проблема WhatsApp? Проблема в том, что у вас там список, блин, ваших контактов. Вы можете оттуда пригласить какого-то нового человека? Ну. Не сможете. Нет, конечно. Нет, конечно. Возьми больше. Можем только по рекомендации. Рекомендую. Да. Только так. Но еще раз говорю, зачем у вас Facebook? Зачем у вас Facebook? У вас там есть у всех сотни друзей. Зачем эти люди у вас в друзьях? Почему им не писать? Если человек ваш друг, вы должны с ним общаться. Ну, блин, те же самые одноклассники. Что? Какое сообщение вам приходит первое в личку? Вы теперь друзья, там, дыдыщ. То есть вам... День рождения. Больше ничего туда не приходит. Ну, мне приходит, как только я с кем-то задружился в одноклассниках, мне приходит оповещение, что вот вы тебе друг, и пожалуйста, переписывайте с ним. То есть сама социальная сеть, она говорит, что с друзьями нужно дружить. Вот посмотрите на тот же самый Facebook. Вот у вас приходит оповещение на Facebook о дружбе. Нажмите на это оповещение и посмотрите. Там есть люди, которым вы можете написать поздравления на их стену. Значит, вы с этим человеком хоть как-то пересекаетесь в Facebook. А есть люди, которым вы это написать не можете. Значит, эти люди у вас в друзьях, но они вас не видят и не знают. То есть нет никаких соприкосновений. Вы им не разум не писали, никакие оповещения от них не приходили. Понимаете, это мертвые люди. Их как будто и нет у вас, друзья. Почему? Потому что вы с ними не взаимодействуете. Вот начинайте взаимодействовать со своими друзьями. Всем им можно писать. Но, пожалуйста, ссылку в первом сообщении даже друзьям не кидайте. Закончится плохо. И потом не говорите, что я вас не предупреждал. Кому удобнее с телефоном, фигачьте по телефону. Еще вопросы есть? Так, значит, если... Можно я попросу? У нас те, которые пользуются Viber и WhatsApp, вы создаете вообще общие чаты для своей структуры? Обязательно. У нас есть общие чаты. Там я выставляю вот наше объявление. Для чего у нас сделано? Объявление. Естественно, естественно это все делается. Вот, так можно использовать то же самое. Ну, туда скинула, да. Тематику, туда пишите ссылку. Конечно, Юречка. Конечно, конечно. Они пусть сами пересылают. Ну да, как оповестить ваших людей о том, что нужно делать? Это, конечно, через общий чат. Это лучше всего. Это быстрее всего. Проще. Так, ладно, значит, я сейчас последнюю вещь расскажу. Это то, что нужно... На что нужно обратить внимание людям, которые выступают. Значит, ну, повторяться не буду. Значит, все-таки ваша основная задача – это чтобы после вашей трансляции люди заполнили анкеты. Это нужно, блин, четко понимать, что прямой эфир – это продажа. И вы проводите прямой эфир не для себя, а для тех людей, которые приглашают на ваш прямой эфир. Вот, вы для них это делаете. И они хотят с вашего прямого эфира получить контакты людей. То есть вы помогаете людям рекрутировать. То есть начинать что-то делать. Поэтому вы должны четко понимать, что если я во время прямого эфира ни разу не сделала призыва заполнить анкеты, ну, значит, извините, я труд людей, которые приглашали, я его просто по большому счету перечеркнул. Потому что без прямых призывов к действию люди ничего делать не будут. Это уже проверено, это уже четко и так далее. Особенно в интернете. То есть при живом общении они могут что-то сделать. А вот так вот дистанционно, без призывов работать не будут. Поэтому призывы это святое. Ну и, конечно, технические моменты. То есть это то, что я за вас не сделаю. О чем я говорю? Это хорошая картинка и хороший звук. Вот если вы проводите трансляцию в зуме через компьютер, через ноутбук в большинстве своем, та камера, которая находится внутри ноутбука, тот микрофон, который внутри ноутбука, он в большинстве своем не очень. Если, конечно, у вас не какой-то ноутбук последней модели, либо вы не пользуетесь Apple. Если у вас компьютер Apple, там вообще почему-то изначально все очень хорошо и качественно. Поэтому что делать, чтобы не перечеркнуть эффект от своей трансляции, чтобы не быть размытым каким-то, пятном какой-то говорящий, чтобы было очень плохо слышно, и чтобы вы не говорили, это все вот так вот перечеркивается. Значит, нужно купить просто-напросто нормальную веб-камеру. Вы просто выдернете своего бюджета дневного, там, несколько тысяч рублей, купить хорошую веб-камеру, Logotech, ну, 920-е, 910-е, это вот классная камера. То есть вот меня сейчас нормально видно, слышно? Ку-ку. Отлично видно. Да, вот это вот камера... Я думала у вас Apple, да. Вот я сейчас работаю с камерой Logotech 910-е. Вот она сейчас передо мной стоит, и все. Если пишите название и номер, то это будет вообще отлично. Потом в чате. Напишите, пожалуйста. Хорошо, но Logotech 910-е, чем она хороша? И вообще, чем хороша любая внешняя камера? Потому что вы ее можете расположить как угодно. Она спокойно переносится куда хотите, понимаете? Можно под нее купить штативчик небольшой, закрепить, поставить на нужном вам месте, понимаете? Со встроенной камерой такого не сделаешь. Встроенные камеры чаще всего показывают как-то вот так, там, снизу вверх на человека, ну, и эффект теряется. Поэтому нормальная внешняя камера – это решение почти для многих из вас проблемы с качеством вещания. Повторите камеру. Игорь, эта камера с микрофоном уже идет? Да, они все со встроенным микрофоном. Ну, вот давайте сейчас я при вас прямо в поиске Яндекс напишу. Вебкамера, Logotech, ну, вот видите, вот S920, правильно называется, вот так вот. Вот тут даже сейчас, где они продаются, вот в сети линке, что-то она десятку стоит, но вообще офигели. То есть где-то за пятерку ее можно купить. А Авито, кто пользуется ebay, я прям рекомендую. То есть вот так вот они все выглядят. Но вот видите, новая она стоит вообще уже десятку. Что-то вообще пипец какие-то. Цены, блин, нездоровые. Вот так вот она выглядит. Но я ее покупал как бы значительно дешевле. 920, 910, это вот все такие, ну, профессиональные практически камеры для ведения трансляции. Есть другие варианты, но вот это то, с чего веду трансляцию я. Мне она очень нравится. Вот. Это хороший сразу звук. А на чем она стоит у тебя? На штативе? У меня просто, ну, у меня вот видите, проще тут сделано. У меня за вот такая полочка, видите, она как раз проще на уровне. И она мне вот здесь вот стоит. Кстати, вот если я веду трансляцию в Инстаграм, видите, телефон стоит. Да. Просто я включаю трансляцию в Инстаграм, и идет трансляция в Инстаграм. Правда, сейчас уже решена проблема, как сразу делать трансляцию и в Инстаграм с демонстрацией экрана. Я это сделаю, покажу. Ну, а пока вот самый простой вариант. Я веду эфир с компьютера, да, рядом стоит телефон, который фигачит это все в Инстаграм. А она сейчас к компьютеру не подключается? Что? Она не подключается к компьютеру? Кто она? Стоит сбоку, Танюш. Она подключается к системнику. К веб-камеру, она подключается через проводочек, через стандартный, ну, флеш. То есть провода нужны, понятно. Она вот все в комплекте, то есть вам нужно просто... А комплект есть там? Хорошо. Да, все там полностью в комплекте, ничего покупать не надо. И благодаря вот этому длинному проводочку вы можете ее куда угодно поставить, понимаете? Отлично вообще. И вот особенно для тех, кто будет проводить прямые эфиры в офисе у себя. Вот, кстати, вот сегодня, ну, там специфика, что офис закрывается в 4 часа. Ну, так, например, вы проводите прямой эфир из офиса. Вы же можете туда пригласить людей вживую, чтобы они пришли и там задавали вам вопросы голосом вживую. Создали массовость. Да, так всегда интереснее. Причем эту же камеру всегда можно развернуть там на них, чтобы люди... Игорь, Игорь, но мы вчера с вами на эту тему говорили. Эфир поздно по времени, я не могу своих людей на это время, да. Нет, я говорю вообще о такой возможности, да, которая там сейчас осень настанет, многорода люди станут меньше ездить. И любое мероприятие, которое вы проводите в офисе, вы всегда его можете транслировать онлайн, понимаете? И вы тогда захватываете людей, которые у вас в офисе сидят, и тех, кто еще не приехал. И ничего тут такого мега сложного нет. Все точно так же. Просто нужно как-то вот показывать, что у вас еще есть офис. Вы же не будете компьютер вот так вот разворачивать там на них, это же просто неудобно. Камера легко разворачивается. Вот поэтому, кто займется прямыми эфирами, народ, вам потребуются в любом случае технические средства. И на это придется потратить деньги. Теперь, самый важный момент, это свет. Вот вы все, наверное, ходили и снимались, делали в фотостудии. Вот скажите, народ, кто вас, когда вас снимают лицо, кто вас освещает сзади? Вот вас хоть раз так делали на фотостудии? Да, лампа, лампа специальная. Ну, вам же в спину-то никто не светит, правильно? Всем вам светит в лицо. Я не понимаю, почему вы садитесь, и свет у вас падает сзади. Хотя вы хотите показывать лицо. Причем, если у вас падает свет дневной, и у вас еще включено естественное освещение, вот это очень основная проблема. Вот мне сейчас что пришлось сделать? Видите, вот эта вот фигня, которая вот стоит? Увственная, в смысле, включена. Это, блин, просто закрывает мне свет, который падает из окна. Если бы я сейчас это убрал, у меня бы пол лица вообще бы не было. Его просто бы не было. То есть дневной бы свет, он меня бы просто убивал. Поэтому либо у вас естественное освещение, садитесь перед окном, лицом, и пусть у вас дневной свет падает на вас, у вас будет нормальная картинка. Либо закрывайте дневное освещение и включайте только такое освещение, которое вы можете сделать с помощью ламп. И освещайте лицо, а не спину. Потому что если я сейчас вот выключу лампу, вот выключу лампу, видите, ничего не поменялось, камера та же. Видите, какая картинка. Если я сейчас начну светить себе на спину, то есть вот получается вот такой вообще эффект. То есть лица вообще может не быть. Потому что свет падает неверно. И какой бы вы там камеру разнеможную бы не купили, понимаете, неправильное освещение, оно просто убивает все. Освещено должно быть ваше лицо. Сзади никакого света не надо. Там не надо ничего включать, ни сверху, ни снизу. Вот не надо. Осветите себе лицо. И лучшее, конечно, решение для этого, это вот такая вот штука, которая называется кольцевая лампа. Вот видите, она стоит. Вот это вот кольцевая лампа, причем у кольцевой лампы еще есть держатель под телефон. И если у кого-то, ну, например, не хочется тратиться на эти веб-камеры, да, вот, и вы проводите свои прямые эфиры без демонстрации экрана, тогда, народ, вы тогда проводите свои прямые эфиры через телефон. То есть все же научились подключаться с телефона к Zoom. Все, подключились конференции Zoom с телефона, включили свой хороший телефон, и у вас все замечательно. И картинка классная, и звук хороший, потому что последние модели телефонов, они замечательно обрабатывают видео и аудио. Вот, и благодаря вот этой лампе вы можете со своим телефоном уйти куда угодно, выбрать, ну, нужное вам освещение и нужный вам фон. Все. Игорь, знаете, какая проблема была с Zoom? Мы сделали, а подключить запись не получилось с телефона. Ну, это можно сделать проще. То есть, например, опять же, вот это может сделать человек, которому передали права... Я сама реализовала встречу, сама создала мероприятие, вошла, а запись на телефоне включить не смогла. Ну, Юль, не создавал с телефона, честно говорю, поэтому поддержать этот разговор не смогу, но можно сделать как? Мы хотели утром еще вам звонить, у нас была тут Катавасия. Пришлось сделать запись через Skype, но это была жесть, потому что видео оттуда еле пришлось достать с телефона. Ну, вообще-то, может быть, в настройках с конференцией что-то делать, но если передать права соорганизатора любому человеку, который подключился к конференции с компьютера, он может нажать на записать, и он запишет. И все. Это тоже один из самых простых способов. Но если мы говорим о прямых эфирах, которые идут на социальные сети, хотя бы на YouTube, у вас сразу автоматически записывается ваша конференция. Почему я забываю на эти кнопки записи нажимать? Ну, потому что я привык, что уже автоматически идет трансляция в соцсети, и там все автоматически пишется. И заморачиваться этой записью не хочется. Поэтому, коллеги, купите себе что-то, либо ведите с телефона, определитесь со светом, и, конечно, еще очень важный момент, это момент, связанный, как вы в камере находитесь. То есть, чтобы у вас не была одна голова, либо там одно лицо, вот с кадрированием нужно определиться. То есть, вот наиболее оптимальный вариант, посмотрите, как на диктора центрального телевидения. То есть, это лицо, часть тела, ну, то есть, вот все так нормально, в адеквате. Вот в таком режиме и приятно и слушать людей, и понятно, что там делают. То есть, они там руками еще машут. То есть, тоже все нормально. То есть, как бы с технической стороны ничего такого принципиально нерешаемого нет. То есть, проведите несколько трансляций, посмотрите, что у вас работает, что не работает, купите что-то, потестируйте, можете у кого-то взять, там попользоваться. Но с первого раза никогда хорошо не получается, в большинстве случаев. второй, третий раз все будет таким. Вот, теперь еще момент для тех, кто будет проводить с компьютера трансляции, но кто очень переживает там за свою внешность, там кто боится включать там что-то в видео и так далее. Значит, что можно сделать? Значит, я Юле уже скинул то, что называется маркетинг-кит. Это профессионально сделанные презентации. Что значит профессионально сделанные? Там подобраны цвета, текст, расположение. Да, они, конечно, в основном бизнесовые, но там их очень много. И из громадной презентации можно выбрать несколько слайдов. Там заставочку для себя, там кто вы такая, красиво все уже сделано, просто вписать свой текст, да? Для чего? Делайте несколько слайдов, хотя бы несколько, даже хотя бы один слайд, который кто вы такая рассказывает, красивенько, да? Включаете демонстрацию экрана в зуме и открываете свою презентацию на весь экран. Что происходит? Люди видят картинку, вашу красивую, которую вы сделали на профессиональном шаблоне. И где-то в уголочке, в маленьком таком окошечке вас, в маленьком видео, там рассмотреть какие-то нюансы вашего лица, никто и не будет. Главное, что что-то есть и люди обращают внимание на то, что вот занимает большую часть места. И для кого-то это будет очень хорошее решение вот всяких там личностных непоняток со своей внешностью. Вот. Это классно. Конечно, когда человек вообще не показывает лица, то есть черный экран и написано, кто выступает, но это очень грустно смотрится. Вы все работаете в сетевом бизнесе, вы все приглашаете на себя, поэтому как бы собой надо заниматься. Ну, готовьтесь к эфирам, покрасьтесь. Косметики очень много, хорошие разные. Но тут главное качество света и качество камеры. Поэтому, значит, обязательно себе качественную камеру и хороший свет. И вы тогда будете выглядеть так, как хотите. Вот, в принципе, все, что я хотел. Сейчас Юля что-то скажет. Да, Юля, я тебя правильно понял? Ну, вот как раз со светом это у меня такой косяк был конкретный. Когда я проводила первое видео, благо были слайды, на которые можно было обратить внимание, и меня практически не видно. Я хотела добавить вот то, что у нас касается соцсетей. Мы разбираем там частично Инстаграм, но если обратить внимание, в каждой соцсети можно сделать описание себя. В ВК можно написать пост о себе или какой-то призыв к действию, плюс сделать фото. То есть вы делаете пост и закрепляете его на первой позиции. То есть человек переходит на вашу страничку, и он первый пост, он может увидеть то, что вы хотите ему показать. Но с фотографиями, я думаю, это мы позже будем разбираться. В Одноклассниках, вот можете посмотреть мою страницу. Когда вы переходите, там тоже есть такое сейчас, что можно сделать краткое описание о себе. То, что вы хотите рассказать о себе. В Инстаграм, это понятно, у нас есть небольшое количество, где мы можем о себе написать. Потому что большая часть, вот те даже, кто зарегистрированы, вас можно узнать только по фотографии и имя, фамилия, если они у вас указаны. Если у вас там какие-то цифры или непонятные буквы, то вообще о чем? О чем мы? Человек просто теряется в Инстаграм, и люди, переходя на вашу страницу, они не понимают ни кто вы, ни что вы, ни зачем вы. Поэтому вот это описание на Фейсбук, там то же самое есть, описание о себе. Вот если бы как бы непонятно, вы зайдите на мои страницы, посмотрите. Но у меня только ВК как бы заброшенный, потому что все сразу вести, это не всегда легко. Поэтому ВК у меня это то, что заброшенная соцсеть. В Фейсбуке, так как это все объединено, там Инстаграм подтягивает, то есть оттуда напрямую можно переходить и в Инстаграм, и из Инстаграма можно сделать в Фейсбук, но это тоже отдельная тема. Я только о том, вот продумайте, когда я дала задание по Инстаграму, написать 10 фактов о себе. Это реально очень сложно. И вот продумайте эту тему, то, что вы хотите подать. Когда мы ставим в соцсетях свою фотографию, мы должны описать о себе. Это то же самое, как нам, знаете, нужно выдать презентацию на одну минуту, хоть о продукте, хоть о бизнесе. Потому что наш словесный понос, простите за выражение, но это иногда очень долго, и не всегда это всем может быть интересно. Поэтому вот эту краткую информацию мы учимся кратко писать, мы учимся кратко излагать. Потому что у всех, я согласна с Игорем, ценность – это самое время. И вот здесь мы это должны использовать. Юль, а вопрос, можно по ходу дела вопрос? Вот ВКонтакте и Фейсбуке, там понятно, там закрепленный пост, там мы даем. А в Инстаграме этот же пост в свободном полете, он же не закрепляемся. Мы выкладываем его. У нас есть шапка аккаунта. Когда человек переходит, то я вас читаю. Ну, шапка там, да, мы прописываем себя, чем мы занимаемся, приглашаем там на что-то, фотографии есть. И это, в принципе, представление нас. Это шапка. А так, там просто вот ты задание дала, мы делаем этот текст, и он в общей серии перемещается. Так? И все. Да, да. Все, благодарю. Можно на самих фотографиях иногда писать в любом, даже если канву вы берете, вы можете написать там либо 10 фактов о себе, или просто обомнили. Да, да, да. И можно эту фотографию выложить. Есть некоторые аккаунты в Инстаграм, когда переходишь, ну, там начинают просто лайкать, я открываю, смотрю. И я смотрю, девушка занимается ресницами, я не пойму, где чьи ресницы, где чьи лица, но ее лицо, я так и не поняла, в котором из этих тысяч там находится она. То есть мы теряемся. Если вы хотите привлекать людей, вот что значит, для чего вообще соцсети? О чем я хотела рассказать вкратце? Во-первых, это то, что мы можем подтянуть ваше лицо, ваше имя, фамилия, кому о чем может напоминать. Если вы поднимете свои старые распечатки и возьмете, начнете их искать людей, имя, фамилия, город, просто в поисковике, вы можете найти этих людей там, вы можете и добавиться к ним в друзья. Они будут видеть информацию, которую вы размещаете. Потому что я всех своих всегда добавляю сразу в друзья везде, где они у меня есть. Как только они где-то появляются в соцсетях, приходит мне оповещение, что вот ваш друг зарегистрировался в Facebook. Хоп, я его туда. Потому что иногда у меня информация где-то может разниться, и они читают и смотрят везде. Потому что информацию обо всем написать невозможно. Я делала stories, краткое видео, когда у нас появились спреи для ванны. Ну, как бы элементарно. Одной рукой это было сложно. Мне пришлось это сделать. Я набрызгала. То есть это было просто... И я сняла то, что я беру тряпочкой и готовое смываю. Вот понимаете, у меня через 15 минут уже было куплено... Боже, сейчас поищу. Через 15 минут у меня заказали концентрат и кучу этих спреев. Те, которые посмотрели. Причем вот это видео, которое мы публикуем в Instagram, оно у нас сохраняется в галерею, если вы это в настройках сделали. То же самое видео я размещаю в Messenger, в Stories. Я размещаю в такое же окошечко в ВК. И то же самое я размещаю в WhatsApp. То есть я людям в личку не пишу. Они просматривают сами и пишут мне, что они хотят это купить. Когда мы людям постоянно надоедаем, а им это неинтересно. Это мы хотим, это не они хотят. Наше дело, чем больше мы об этом рассказываем и показываем, возникает желание у них. Потому что вообще не все знали, всем ли мы смогли донести, что у нас есть обалденные спреи для ванны и спреи для кухни. Причем у меня те, которые попробовали, заказали вообще на всю администрацию, 20 или 30 штук было. Было 15 штук спреев для ванны, 15 штук для кухни. И вот это мы чаще всего просто не используем. А здесь можно, людям нужны результаты. Результат этот мы можем показать. Вот было два видео, по-моему, или три 15-секундные, на которых я показала результат после спрея от ванны. Также все уже, я думаю, на себе использовали BioFoskin. Как часто мы его продаем? Вот то, что использую я. Я думаю, вот у нас очень много вопросов вот с этой штучкой. Что с ней делать? Вопросы, я смотрю, там писали очень многие. Как пользоваться массажером? Ну, во-первых, надо попробовать на себе. Описание вообще у нас все есть. Там всего 5 режимов. Level – это у нас уровень, то есть сколько усилений идет от одного там до нескольких пунктов. Самое последнее – это то, что бьет током, которое мы используем вот этими двумя точечками. Используем мы тоже это вот по линиям, массажные линии. В этом ничего сложного нет. В общем, я вам хочу поделиться, когда я купила массажер, что я сделала. Я думаю, у нас косметика своя у всех есть, да? Есть очищающий гель, есть тоник, есть крем дневной, ночной, в зависимости от того, в какой момент мы будем это использовать. И гель Biofoskin. Вот мы проводим очень часто мастер-классы. Мастер-классы вы можете провести лично людям, рассчитав стоимость. то есть вот по дозировочкам сколько это будет стоить? Смотря что вы используете, это может стоить 500 рублей, может 600, может 700. Во-первых, начнем с того, что вы как бы отбиваете стоимость использованных средств. Во-вторых, человек видит реальный результат. Ну, я на себе тогда морщин не нашла, Biofoskin, а проверить мне очень хотелось. Я нашла тех, кому это интересно. Я когда увидела результат, я обалдела сама. Потому что у человека за полчаса Biofoskin плюс массажер, вот реально вот эти носогубки, они просто ушли. И вот эти морщины, которые межбровные. Вот пока человек не попробует, он не увидит результат. Дайте ему возможность попробовать косметику. Во-первых, у меня уже теперь они пристают ко мне, чтобы я им делала, есть те, которые постоянные клиенты, которые хотят повторять эти мастер-классы. Ну, от этого тоже можно не отказываться. Во-вторых, есть те, которые заказали себе и массажеры, и Biofoskin полностью всю серию. Вот это интересно продавать вот так. Вы использовали кто-нибудь мастер-классы по косметике лично? Лично просто с одним человеком? Ответьте, кто-нибудь. очень давно, очень давно. Ну, сейчас уже можно использовать, в принципе? Да, можно, конечно. Да. Потому что всю информацию мы не успеваем донести, но те, кто пробовал, они однозначно покупают Biofoskin. Вы понимаете, 10 Biofoskin, это 425. Угу. А есть те, которые заказывают один себе, два подруги. По соцсетям те, кто не начинали их вообще. Вот зарегистрируйтесь в каждой соцсети, просто посмотрите, что там и где находится. Потому что это однозначно очень сложно, как бы не зная там каких-то мелочей, что-то там делать и как-то их развивать. Начните просто с того, что вы там зарегистрируетесь, только обязательно укажите номер телефона, вы пишите себе пароли, Игорь все время говорит о сохранении паролей в блокноте. Это обязательно нужно делать, потому что проблема в большей части, что они не могут вспомнить пароль. Вот начните с того, что вы хотя бы создадите соцсеть и потом уже постепенно смотрите, как и что можно делать. Это естественно находить своих людей, с кем-то там из нас, кого-то вы где-то найдете подружиться, коллег. И постепенно потихонечку начинать двигаться, потому что соцсети, они реально дают большое количество и приток людей. Когда вы загружаете какое-то видео и смотрите по статистике это видео или ту же информацию посмотрело одна или две тысячи человек за сутки, и так в каждой соцсети, понимаете, мы за сутки не можем реально охватить 4-5 тысяч человек. А в соцсетях это получается от того, вот как многие говорят, а какой-то дает результат. Результат будет идти тогда, когда вы научитесь копирайтингу, то есть правильно писать тексты, правильно делать призыв и как это можно использовать. Поэтому не насиловать людей там, а изначально привлекать людей на себя. То есть вы, они должны видеть вас, должны как-то увидеть доверие к вам у них должно быть. И какой-то интерактив. То есть мы с людьми общаемся просто, а не сразу им отправляем ссылки. Вот такие, знаете, уже вот в соцсетях настолько противно, я думала, что это уже закончилось, но это каждый раз это вновь появляется и появляется. К тебе добавляются в друзья, как только ты подтвердил и пошел этот шквал спама. Причем я еще ничего даже не спросила. А мне начинают уже кучу ссылок прислали и тут же она спрашивает, вам это интересно? Я вообще не пойму про что вы. Нет у меня времени переходить по этим ссылкам и смотреть. Вот понимаете, вот это уже отталкивает от вас людей, если вы это будете делать. Когда вы размещаете пост, человеку интересно, он посмотрел, неинтересно, он пошел дальше. Потом что очень важно, тот же интерактив, когда мы людей поздравляем с днем рождения, поздравляем с праздниками, просто с ними как-то общаемся, особенно если они с вами общаются в комментариях, у меня есть те, которые не пользуются продукцией, но они всегда ставят лайки на мои посты, потому что мы все равно с ними общаемся, понимаете, это создает вирусный эффект, поэтому это тоже важно. Я в принципе все. я только основное хотела донести, что оттуда выхлоп это идет и в первую очередь дает это обороты даже по той структуре, которая есть, которой мы не всегда можем дозвониться, какую-то информацию дать, поэтому вот это тоже имеет значение. Юль, спасибо, но все, что ты говорила о том, что нужно показывать результаты, это, конечно, самая лучшая продажа, именно так люди, кто понимает, именно так и продают в интернете, потому что все эти публикации до и после это, блин, это самый эффективный способ рекламы, причем, вы же понимаете, мы сейчас же двигаемся к нашему интернет-магазину, у всех у вас будет на него такая же реальная ссылка, если вы будете то, что вам говорит Юля делать, то у вас будут идти вот продажи то, что все хотят, продажи на автомате, то есть записали хороший ролик, выложили, он же у вас там постоянно лежит, есть-то не просит, люди его смотрят, кто-то переходит кому понравилось, без всякого спама и навязывания и покупает ту продукцию, о которой вы рассказываете. Причем меня с этими спреями замучили, я как только приезжаю в тот город, у них первые вопросы спреи есть, понимаете? А они же тяжелые, да, Юль, тащите? Ничего, я на машине вожу уж не на себе. Я просто, знаете, когда мы не начинаем зацикливаться на чем-то, а просто делимся от души. Просто у меня как бы конкуренция огромная, никто не спрашивал, сколько это стоит, они увидели результат, что это быстро и оно реально все убирает, все. Вот закрыты были просто этим секундными видео, были закрыты все возражения. Вот еще дополню, чтобы у вас вообще уже начала выстраиваться идея интернет-продаж, потому что если у вас есть реферальная ссылка на интернет-магазин, где все это покупается, не просто ссылка, а вот такая же вот ссылка, как у нас сейчас на наш сайт с эфиров. Если у вас есть реферальная ссылка на интернет-магазин, где можно купить этот продукт, вам не надо этот продукт возить кому-то. все будет делаться за вас сотрудниками интернет-магазина. То есть вам нужно просто рассказать о продукте и разместить ссылку. Люди прошли по этой ссылке, купили, интернет-магазин отправил. Это ваша личная продажа. Игорь, а каким образом? Вот смотрите, у нас какая идет заморочка с сайтом vivasani.com. То есть когда... У них нет реферальной, у них нет такого, у них только реферальная ссылка, которая позволяет регистрировать людей. Продажи они не отслеживают. То есть вот это проблема проблемная. То есть если бы у них была реферальная ссылка, причем реферальная ссылка не просто на сайт, а на конкретный продукт, потому что смотрите, в чем проблема. ты рассказала о спреях, да? И даешь просто ссылку на сайт в общем, на главную страницу. Человек нашел... Да, если он регистрирует, он купил у компании и все. Мне от этого как бы вообще... Ничего. А вот если у тебя не просто реферальная ссылка на сайт компании, на главную страничку, а на конкретную страничку этого продукта, человек посмотрел о спреях, ссылочка, он перешел, он перешел на страничку прям с этим спреем. Кнопочка купить. Он нажал купить, все, это как будто ты его вот купила, отвезла ему и продала. Но ты сделала часть работы, часть работы сделал интернет-магазин, но об этом чуть попозже, не хочу сейчас вас выгрузить. И еще Ольга Васильевна хочет выступить. Значит, коллеги... Игорь, а можно вопрос? Это к вам, наверное, все-таки. У меня на этой неделе прямой эфир с Гаяной, она меня попросила тоже с ней провести. И вопрос такой, ссылка, это она ее будет делать. то есть я ее могу разместить только, наверное, у нас в чате, а я не знаю, в какой она форме, рестрим или нет. Это типа из Инстаграм. Могу ли я ее распределять на все свои вот новостные ленты? Еще раз говорю, то, что вы проводите просто стрим в прямом эфире в соцсетях, это что-то ваше локальное, поэтому ссылку на этот эфир вы можете разместить только, если у вас будет эфир идти в Инстаграм, создаст Гаяна, то есть вы можете просто разместить пост, да, либо отправлять сообщение, как вам говорила Юля, с собачкой и адрес логином, у кого будет идти эта трансляция, все, понимаете, это все, что вы можете сделать, и куда пойдут люди после этой трансляции, неизвестно. Они к вам пойдут, Гаяни, или вообще там они никуда не пойдут, они просто останутся. Вот мне Люда пишет, что она потом высылает видео, я его могу видео выложить своим контактам. Естественно, да, это все можно делать, но это, понимаете, это все, это много работы. Здесь задача как? Сделать работы, то есть нацелиться на конкретном результате. Нам нужны контакты, да, и чтобы на эти контакты людей нам выйти, нам нужно просто много новых людей приглашать. А сейчас у нас будет такая работа, повторяющаяся с одними и теми же людьми, это не совсем правильно. Мы не выйдем на новых людей. То есть на новых людей я понимаю, понимаете, понимаете, либо фигачить платную рекламу, что вы не хотите делать, либо вот именно сосредоточиться на одном. Кто-то проводит эфиры, но большинство людей просто приглашают на эти прямые эфиры. Приглашают по простой схеме, чтобы никто голову не ломал, там, как это делать. Но проще, чем перейти на сайт, сложно что-то придумать. Это понятно, вопросов нет, причем схема действительно шикарная, я ее поняла, да, просто у меня частный такой момент. Вот и все. Но вот частный... Понимаете... Скажите, когда вы проводите совместный эфир, этот эфир будет виден и вам, и вашим людям, потому что там будет два кружочка. Да, два кружочка, да, я помню, да, да, да. Это будет и на вашей странице, и на странице Гаяны. Да, а потом, скорее всего, запись я могу и в ВКонтакте, и в Фейсбуке разместить. Вы загрузите, выгодим. Да, 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 Юль, я поняла. Все, благодарю, спасибо. Ну, как сделать трансляцию сразу и в Инстаграм, то есть тоже вопрос решен, тут вопрос только в деньгах. То есть это можно сделать только на платном аккаунте ReStream. Я его сейчас покупаю, я это протестирую, и вот то, что я веду сейчас с телефона своей соцсети, с компьютера своей соцсети и вот с этого телефона в Инстаграм, то есть я телефон уже включать больше не буду. То есть все, что я делаю, будут видеть и в Инстаграм тоже с демонстрациями экрана и так далее. И это вот будет наиболее правильный вариант. Понятно. Ну, это, понимаете, это уже такие дополнения, понимаете, они для кого-то нужны, то есть лучше их обсуждать реально в частном порядке, потому что для многих людей это пока непонятно, о чем мы говорим, и это просто, ну, лишние трудности. Значит, давайте сосредоточимся на том, что нужно конкретно сделать. То есть первое, конкретное, что нужно сделать. Нужно войти и подключить свой, подключить наш сайт для эфиров, скопировать вот эти вот две ссылки, обязательно скопируйте их себе. Одну вот эту длинную, кидайте мне эту ссылку в личку, я вам сокращу ее. Кто не хочет этим заниматься, тогда берем вот эту уже короткую ссылку через 407, ее размещаем у себя в постах в социальных сетях, и с помощью этой ссылки можно приглашать по телефону. Дальше. Вот конкретно для вас, то есть для людей, которые будут проводить эфиры, значит, пожалуйста, либо заполняйте вот эту табличку, ссылку на нее я скину, либо кидайте мне дату и время, кто будет эфир проводить, темы эфира, ну, то есть по всей этой табличке. Кидайте мне, я буду заполнять эту таблицу сам. Может быть, так она будет и проще. Вот Ольга Васильевна вернется из отпуска, сейчас она вот выступит, и мы с ней эти эфиры еще подредактируем. Все. Когда у нас есть табличка, когда у нас есть ссылка, мы начинаем приглашать. И приглашать мы начинаем заранее, за несколько дней. Делаем это сами и просим всех своих привлеченных людей в структуре. То есть, берем вот этот вот пост, переходим по ссылке, чтобы ничего не выдумывать. Либо, если хотите, пишите свои посты, делайте картинки. Но готовые промо-материалы для каждого эфира есть. Вот. Размещаем мы себя в социальных сетях и начинаем просто в личку писать новым людям, которые у вас, друзья, вот эти приглашения. Но, пожалуйста, не кидайте ссылку сразу, не сразу, ничего не навязывайтесь, просто в первом сообщении я вам рекомендую поинтересоваться, нужно это человеку или не нужно. И, конечно, вот эти вот примеры ваших первых сообщений, хорошие примеры, тоже лучше выложить вот сюда вот в таблицу, для того, чтобы ваши люди ничего сами не выдумывали. Они бы брали какие-то уже нормальные, тестированные примеры и вот прям их кидали в речку и людей приглашали. То есть задача 20 приглашений в день кидать. Больше не надо. И в течение нескольких дней мы наберем, в принципе, нормальное количество людей. Всех приглашаем по своей реферальной ссылке для того, чтобы потом видеть и результаты своих приглашений в разделе статистики. То есть вот здесь статистика будет отслеживаться, статистика переходов. А если у нас получаются уже заявочки, то есть в разделе анкеты мы будем видеть контакты людей, которые заполнили форму. Все, схема замкнулась. Есть эфиры, мы на них просто приглашаем. Профессионалы, а это вы, людей, конвертируете, призываете их поставлять свои контактные данные, дальше мы эти заявки обрабатываем. Все очень простая, не только нами используемая схема. То есть так работают люди, которые понимают, чтобы развиваться, нужно делать личные встречи с профессионалами. любые профессионалы, пожалуйста, используйте свой профессионализм, помогайте своим людям. Вот все, что я вам хотел сегодня рассказать. Ольга Васильевна сейчас выступит, я сейчас наберу и включу громкую связь, пожалуйста, не расходитесь, потому что у нее там и со связью тяжело, с интернетом вообще пипец. Поэтому вот возможность только голосом поговорить. Во, зумер прошел. Алло? Ольга Васильевна, жгите. Ага. Я слуха должна. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Васильевна. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Значит, слышат. Я тут, не то, что без интернета, еще и телефонная плохая. Поэтому говорю быстро. Значит, в четверг 30 июля в 17.00 в офисе Насовской вживую записи не будет. Лекция нехорошковой Ольги Владимировны. Она приезжает, она сейчас в Курске неделю и вот сказала, приедет к нам. Людей максимум 30 человек, ни одного человека больше, чтобы нас не оштрафовали. Дальше. Билет стоит 100 рублей. Запись у Маши. Васильевна, а тема? Тема выступления. За жизнь. Тема выступления. Будем здоровы. Ольга Васильевна, нам как посмотреть? Никак. запись не можем делать, потому что запрещены на всякий случай встречи. Вот. И все. Ну, если кто-то бандитским образом запишет, но не выкладывать сеть, ни в коем случае. А, я поняла. С телефона, с телефона. А мы не можем показывать людей, мы можем показывать только ее и говорить, что она одна выступает. Кто это вообще докажет? Ну, если так, то хорошо. Игорь, если возьмете за это дело. Это вообще просто, Оля Васильевна. Я же каждую среду этим занимаюсь. А, понятно. Ну, тогда и вообще все прекрасно. Тогда типа это вообще не в зале. Но те, кто придет за 100 рублей, может вживую пообщаться, поручкаться со специалистом. А так народ может повторить. Пожалуйста, когда будет нехорошкого? 30-го. Значит, еще, ну, вы знаете, как Илья, лучше это все не это самое, потом в записи, может быть, мы подумаем. Потому что она будет отвечать на вопросы, она будет индивидуально как-то еще. Ну, поскольку народу будет не так, она будет индивидуально там работать. В эфире, конечно, этого ничего не будет. Ну и отлично, мы не будем. Хотя бы основное можно направить на лектора просто и все. Ну да, мы по основной выступлению ее запишем, ответ на вопрос. А ты мало, когда это было, не обязательно же как-то об этом говорить, когда? Ну, смотрите, она, можно взять, где-то там была реклама, в Москве она проводила, в Питере будет проводить, в Москве там был анонс. Вот, Игорь, вы посмотрите, где там был анонс московский, там, то ли на Фейсбуке, или девчонки, посмотрите, кто-то написала. По-моему, у Соколова была. Только, только в нашем месте, в наше время. Вот, и проговорите с людьми конкретно. Да, да, нет, нет, если они, они записываются у Маши. Если у Маши не запишутся, до 30 она записывает и все, включая менеджера. Потому что, вы же понимаете, ребят. Вот, если она записывает 30, 31 уже нету. Его просто нет, мы его не пустим. Ну, потому что, сами знаете. И, что еще, если вдруг они не пойдут, то в Союз пусть предупредят. Конкретно. То есть, если вы будете приглашать, то прям приглашайте, точно. Если ломается, ой, не знаю, не приду, ой, все, до свидания. Потому что, у нас пощипаны билеты, и тогда да. Тогда пока-пока. Следующий. Прям вообще не уговаривайте никого. Алло. Да-да-да, все слышат, но микрофон выключен. Ага. Ну, ребята. Ну, а кроме того, вы знаете, что осталось пять дней, что у нас дедлайн, что это один из приемов, способа, один из приемов борьбы с супругом конституцией. Дедлайн. То есть, остается пять дней, вот все, и мы прям все активны, все ничего не осматриваем, все работаем. Вот, пока все. Целую, Вася. Да, спасибо, Ольга Васильевна. Да, спасибо. Спасибо. Как там прошла встреча? Обратная связь, да, Лея? Да, все хорошо, все присутствовали, все работаем. Отлично. Все, дорогие мои, пока до следующего понедельника. В следующий понедельник в прямом эфире у нас Жанетта Карганова обещала по энергии прямой, это самое, я уже буду утром. Отдыхайте, Ольга Васильевна. Пока, пока, спасибо. Спасибо. Все здорово. До свидания. До свидания. Так, коллеги, если вопросов нет, то будем заканчивать. Если есть, задавайте, я буду отвечать. Я, в принципе, не буду выходить из конференции, если кому-то нужно посоветоваться, оставайтесь, давайте я поговорю. Да, спасибо огромное. Очень интересная встреча у нас была. Много того, чего сподвигает на подвиги. Все будем перемалывать и начинать действовать. Спасибо. Толчок классный. Спасибо вам огромное, Игорь, за помощь, за вот индивидуальную тоже такую работу, за разъяснение для чайников. Вот. Конечно, будем пользоваться этими новыми инструментами. Это безусловно. Ну, не забывайте, что в среду, значит, у нас, как это назвать, компьютерная грамотность, ну, в общем, если есть какие-то вопросы, среда с 12 до 19, пожалуйста, я там на складе в офисе и будет прямой эфир в зуме, то есть заходите, задавайте, делитесь. Все, коллеги, заканчивайте. Пошли вообще делать ссылки, Игорь, если что-то непонятно, будем писать. Да, да, пишите, потому что это надо запускать и как раз все начнут что-то делать и, понимаете, начнут кто-то что-то делать, будут какие-то результаты, уже будет интересно. Я пойду. Да, нужно делиться будет этим результатом, чтобы люди видели. Ссылку можно в личку скинуть, да, чтобы попросить там до переделок. Да, конечно, конечно. Спасибо. А еще вопрос один маленький такой. Спасибо. Игорь, вот смотрите. У кого вопросов нет, просто выходите, у кого есть, оставайтесь, я буду отвечать. Вот эту вот ссылку, они нам дают короткую или вы будете переделать на короткую? В чем она будет разницей и какая она будет кликачей? Так уже же объяснили. Господи. Давайте еще раз, потому что, понимаете. Как раз меня выбивало из компьютера, наверное, как раз не было. Давайте еще раз. Значит, вы вошли в свой личный кабинет Викроста, выбрали сайты, да, выбрали спонсоров, нашли вот этот именно сайт для вебинаров версии 2, нажали на кнопочку подключить и подключили его. Вот это вот длиннющая ссылка, вот она, видите, вот. Это первый вариант. И вот ее же вариант, но в более коротком виде, сокращенный через сервис 407. Длиннющей ссылкой, длиннющей ссылкой, кидать ее в социальные сети не надо, чтобы не пугать людей. Ее нужно сокращать. Если хотите, вот отправляйте мне вот эту вот ссылку в личку, я вам сделаю ее красивой через наш домен Vivasan. Это будет через домен Vivasan. Все, поняла. Да, вот через этот вот домен, на котором будут идти трансляции. Вот видите, адрес сайта у нас ruvivasan.ru вот, и страничка называется вебинар. Вот, а у вас, например, она будет называться там Липецк или Татьяна, или Ольга и так далее. Это будет значительно красивее смотреться, чем вот эта вот длинная непонятная фигня. но вести будет в одно и то же место на ваш сайт. Понятно? Да, понятно. Еще вопросы? Все, понятно. Сейчас займемся этим. Да, и пожалуйста, тема... И вы сейчас можете нам помогать в данный момент, да? У вас есть пока время. Ну, вы бы не кидайте в личку, я как приду и быстро там мне это 5 минут. Вот сегодня Татьяна мне скинула с утра, я и сразу уже выкину. Сделал. То есть, для меня это недолго. Хорошо. Делайте, кидайте, я по мере возможности как буду, я сейчас просто к отцу пойду, потому что мне уже три раз звонил, надо что делать. Так, коллеги, если вопросов нет, то давайте вот финалить выходили. Спасибо, Игорь, за такую подробную структуру простую. Спасибо. Да, спасибо. Игорь, тоже хочу, как это они болговые сделать мне ссылочку. кидайте, я сделаю. Кидайте. В личку. А личка это куда? Вот, это личка, это куда? Вот, смотрите, можно кидать в скайп, можно кидать в ватсап. Вообще-то, вот в нашем тренинг-центре один из первых уроков, как раз все контакты техподдержки. Значит, давайте я тогда просто сейчас вот напишу. Я там не была в вашем контакте. Понял, понял. Это не мой контакт, это тренинг-центр, там первый урок как раз связан с этим. Вот он мой телефон, видите, запишите. Вижу, все записано. Вот, на этом телефоне ватсап, телеграм, вайбер, вот чем пользуетесь, ну вайбер лучше не кидать, потому что я его сейчас редко запускаю, но ватсап и телеграм на этом телефоне. Добавьте контакт, Игорь Черноусов, и кидайте свою ссылку, я вам сделаю. Спасибо. Пожалуйста. 900-929, а, извините, блин, неправильно написал. 900-929-71-42. 42, не 72, как я написал. Так, но если вопросов нет, то давайте заканчивать полностью. Все, окей, народ, счастливо. Добавил субтитры, спасибо за просмотр. Продолжение следует...